Вторая мировая война оставила свой след в истории Украины. Миллионы жертв, тысячи разрушенных сел и городов. В то время наш народ пережил одни из самых страшных событий в своей истории. Отправляя на войну сыновей, мужей и отцов, родные понимали, что вернуться живыми не все. Письма с фронта. Они служили связывающим звеном между близкими людьми. Но не всегда они попадали к своим адресатам. Некоторые из них находят до сих пор. Их бережно хранят во многих украинских семьях. Ведь у каждого треугольника своя история – счастливая или печальная. Увидеть концерт, посвященный Дню Великой Победы, который состоялся 6 мая в Центре культуры и досуга, пришли немало жителей и гостей города. Люди в военной форме заполнили первые ряды в зале. Среди них герои дня – ветераны. В эти праздничные дни в их адрес звучат слова благодарности за героизм и мужество, отвагу и бесстрашие. Перед началом концерта с приветственным словом выступил ветеран Второй мировой войны Борис Никитович Ставров и представители городской власти. Ветераны войны, вооруженных сил и труда. Все мы вместе прошли суровую школу жизни. Старшее поколение, младшее, воспринимая традиции, продолжая великое дело строительства своего государства, с учетом памяти о тех, кто за это государство в борьбе отдал свою жизнь. Дорогие ветераны, шановные нашим садилом правительства, в имени депутатик Министерства Рады Севастопольской власти щиро дышать вас с ней праздниками. Багато роков на новое для забывания в октябре 45-го года. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Замиранием сердца зрители следили за тем, что происходило на сцене. Звучали песни, стихи и рассказы о былых, тяжелых временах 41-45 годов прошлого века. И в большинстве своем речь шла о письмах с фронта. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Танцевальные, вокальные и хореографические коллективы города – сольные выступления артистов. Каждый из них уводил зрителей те далекие года. ПЕСНЯ 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 Передать атмосферу, которая царила в зале, сложно. Ведь без слез вспоминать то время нельзя. Особенно нелегко пришлось матерям, которые ждали своих сыновей с фронта живыми и здоровыми. Но не все они получали хорошее известие. Многим вместо радостных писем вручали похоронки. Материнское сердце обливалось кровью и болью. ПЕСНЯ Письма с фронта. Благодаря этим страницам мы слышим голоса тех, кого уже нет, кто отдал свои жизни за счастье современных украинцев.